Приветствую вас на канале Семейное Дело. С вами Буката Сергей. Продолжаю серию видеороликов об изготовлении портала Камина. В первой части был рассказ об изготовлении колонн. Во второй об изготовлении полки, той которую я сейчас шлифую на ваших экранах. Ссылки на предыдущие видеоролики я оставлю в описании к этому видеоролику. Этот видеоролик будет заключающим. В нем мы полностью закончим изготовление портала Камина. Сейчас я приступаю к изготовлению экрана. Это передняя часть портала, в которую будет вставлен очаг. Напомню, что камин электрический. Соответственно, никакого открытого огня в нем не будет. Для изготовления портала используется древесина ясеня. Отфуговал подходящие заготовки, а дальше распиловка на форматном раскроечном станке. Из доски 50-ки нарезаю заготовки толщиной около 30 мм. Следующая операция – рейсмусование. Заготовки подготовлены. Можно производить поклейку щита. Я не знаю, как в других мастерских, но в нашей практически любое изделие начинается из поклейки щитов. С нашей точки зрения, это наиболее технологичный и экономичный способ изготовления столярных изделий. Допускаю, что он не везде применим, но у нас он прижился и используется практически всегда. Для поклейки использую клей ПВА-Д3. Конкретно в этом случае это наиболее оптимальный вариант. Полиуретановый клей здесь совершенно неуместен, а класс нагрузки Д3 вполне оправдан. Прочность соединения с применением клея ПВА намного выше, чем с применением полиуретанового клея. Но бывают случаи, когда полиуретановый клей более оправдан. В первую очередь, это если древесина с повышенной влажностью. Во вторую, если поклейка производится при низких температурах. В третью очередь, когда нельзя допустить увеличение влажности деталей. Например, поклейка тонкого шпона в холодном прессе. Есть и другие моменты, где клей ПУР оправдан. О них я буду рассказывать по ходу своих роликов. После затвердевания клея, щит распрессовывается. Теперь я его разрезаю на детали нужной ширины. Как вы видите, я изначально не изготавливал детали нужной ширины. Сначала склеил щит, а потом уже из него выпилил детали. Таким образом, я получил щит более тонкий, чем изначальная толщина доски. И кроме этого, получил максимально эффективный расход древесины. Всегда покупаем доску 50-миллиметровой толщины. А уже после этого, склеивая щиты, получаем детали нужной толщины. Хоть в большую сторону, хоть в меньшую. Уверен, что вы поняли, о чем я веду речь. Выпилил заготовки и произвожу присадку. В этом случае, использую присадочник Festool Domino. Установлена фреза 5-миллиметрового диаметра. Соответственно, и дюбеля, или шипы будут тоже 5-миллиметровыми. Изготавливаю их или из ясеня, или из фанеры. Сначала продолбил гнезда в вертикальных деталях, а затем в горизонтальных. Хотя последовательность значения не имеет. Дальше вклеивание дюбелей в одну из сопрягаемых деталей. Все подготовлено, можно начинать сборку. Теперь клей наносится и в ответные гнезда. Дальше совмещение деталей и запрессовка с помощью трубных струбцин. Обязательно проверяю угол. Экран склеивается, а я приступаю к сборке основного каркаса. В первую очередь, нужно соединить колонны и цокольную часть. Для крепления буду использовать систему Крэг косой шуруп. С моей точки зрения, в этом случае она наиболее приемлема. Портал камина будет разборным, соответственно, детали будут не склеены между собой, а собраны на шурупы. Кроме шурупов, использую шканты. Они будут играть роль шиповых, а также позиционирующих элементов. Собрать и разобрать это изделие впоследствии сможет любой человек. Чтобы отверстия для шкантов совпали, использую перекладные центра. Простое приспособление с очень ценными качествами. После удара по детали остались оттиски. Эти оттиски служат центрами отверстий. Теперь вместо перекладных центров вставляю в отверстия шканты. Дальше шканты совмещаются с ответными отверстиями. В итоге идеальное сопряжение деталей. Для крепления используются специальные саморезы. Производитель Крэг, продавец Дима Довженко, Вуден Студио. Серебряная кнопка, которой меня наградил YouTube за 100 тысяч подписчиков, уже нашла свое место. Точно таким же методом, как и раньше, соединяю колонну и боковой цоколь. Правда здесь, для его точного позиционирования, применяю магнитную скобу. Рабочий стол у меня здесь металлический. Магнитные приспособления использовать очень просто. А они бывают вполне полезными. Легкий удар и получаем оттиски. На возможный вопрос, почему нельзя использовать присадочник, ответ такой. Использовать можно, но здесь угол 45 градусов. Это влечет за собой определенные проблемы. Они усложняют задачу, но вполне решаемы. А вот способ с перекладными центрами намного проще. Как правило, я предпочитаю простые решения. Сегодня забрал с новой почты небольшую посылочку. Пришла она из Киева от Димы Довженко. Если кто-то по какой-то причине не знает этого человека, ссылочку на его студию я оставлю в описании к этому видеоролику. Внутри коробочки находятся 10 флагов с нашим логотипом. С недавнего времени Дима наладил выпуск таких сувениров. Если вас интересует имидж своей компании и ее продвижение, рекомендую обратить внимание на такую продукцию и обратиться к Диме. Вопрос будет решен на самом высоком профессиональном уровне. Тем временем экран склеился. Сейчас на нем с внутренней стороны я фрезерую фаски. Сам экран чуть больше проема между колоннами. Но снятые фаски позволят ему зайти в этот размер. При этом никаких зазоров и щелей между колоннами и экраном не будет. Следующим этапом делаю разметку и сверлю отверстия под саморезы. Этими саморезами экран будет фиксироваться к нижнему цоколю. В боковой части экрана с внутренней стороны делаю присадку под косой шуруп. Боковины будут сопрягаться с колоннами. Отверстия просверлены, можно крепить экран к каркасу. Пришло время фиксации декора. Для этого сверлю отверстия, предварительно определившись с положением накладки. Для фиксации использую клей ПВА и соответственно саморезы. Продолжение следует... В продолжение верхнего декора фиксирую две боковые рейки. Способ крепления тот же. Саморезы и клей. Боковины порта лакамина фиксирую с помощью саморезов. Используется система Крэг косой шуруп. Боковины. Боковины. Продолжение следует... Передняя и боковые части готовы, можно приступить к изготовлению полки, на которую будет поставлен очаг. Для присадки использую шкантователь мафель. Шканты и косой шуруп используются для сборки полки. Продолжение следует... Чтобы проем выглядел более объемным, устанавливаю две рейки. Они немного выступают за пределы проема. Осталось укрепить последнюю деталь в верхнюю полку. Снова использую перекладные центра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько ударов резиновой киянкой. И имеем отличные оттиски. Сверлю отверстия диаметром 8 мм. В ответные отверстия вклеиваю шканты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остается совместить полку с корпусом портала. В итоге все получилось так, как задумывал. После сборки делаю разборку. Получится 6 составных частей. Они будут подъемными для одного человека. Их будет удобно красить. Ну, и в случае отправки портала службы доставки, он будет вполне компактным. Стоимость пересылки значительно уменьшится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и последняя операция в мастерской шлифования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переместил все детали в малярку. Первым делом произвожу грандование. Грунт полиуретановый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова После высыхания грунта шлифование. Еще называют его матованием. В процессе этой шлифовки удаляется весь поднявшийся ворс. Кроме этого, происходит общее выравнивание поверхности. Происходит это благодаря тому, что грунт имеет очень большой сухой остаток. Плоские поверхности шлифую так называемой мочалкой. Это абразивно-поролоновой основе. А вот для шлифования рельефных поверхностей использую специальную щетку. В качестве привода мощный шуруповерт. Следующий этап – нанесение полиакриловой краски. Цвет краски подобран заказчиком Паралу. Детали портала оставляю в покое до утра. После крепкого затвердевания краски наношу патину. Цвет патины тоже подобран заказчиками. Такая возможность есть у каждого, кто пользуется услугами профессиональных поставщиков ЛАКМ. В любом большом городе есть такие люди. Конкретно мы работаем с представителями ЛТЛ групп. Территориально эти ребята находятся в городе Сумы. Звать их Михаил и Сергей радует то, что можно в любой момент получить консультацию или дозаказать недостающие материалы. По прошествии небольшого периода времени, минут 15-20, приступаю к удалению патины. Для удаления использую скотчбрайт. В составе скотчбрайта есть абразивы. Благодаря им удаление патины происходит очень быстро. Патину удаляю, согласуясь со своими эстетическими предпочтениями. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, в чем смысл патины. В первую очередь, она делает рельефы и барельефы более объемными. Резьба, профили, фрезеровки становятся более выразительными. Кроме этого, патина затемняет углубления. В дальнейшем пыль, которая будет попадать в труднодоступные места, будет выглядеть вполне естественно. Современные маляра наносят патину преднамеренно. В старой мебели она образовалась естественным образом. По сути дела, патина – это следы времени, которые не удалось удалить с поверхности мебели. После удаления патины в тех местах, где это было уместным, приступаю к финишному нанесению лака. Лак полиакриловый. Его преимущество в том, что он не желтеет на светлых поверхностях. Полиуретановый же больше подходит к древоподобным цветам. Нужно учитывать еще один момент – под лаком патина становится более темной. После высыхания лакокрасочных материалов, камин был собран. Так он выглядит в приглушенном свете. Ну вот и вся история об изготовлении портала Камина. Если ролик вам понравился, или вы увидели в нем что-нибудь полезное для себя, поставьте лайк. Буду признателен, если поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь. На нем еще будет много интересного. Спасибо всем за внимание. До свидания.